В Одессе на крупной взятке задержали чиновницу обл. администрации. Директор департамента инфраструктуры получила полтора миллиона гривен. Правоохранители считают, что это откат за выделение бюджетных денег на строительство. В здании обл. администрации на Канатной обыск работают СБУ и военная прокуратура. Оперативники нагрянули к директору департамента инфраструктуры. По чате третьей статьи 368 по факту получения непромерной вывода от подрядчика за задействие выделения бюджетных денег. Татьяну Марченко подозревают в коррупции. В кабинете находят крупную взятку – почти полтора миллиона гривен. Ух ты. Прошу обратить внимание. Денежные средства. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В военной прокуратуре считают, взятка – это откат за выделение бюджетных средств на стройку. Сама чиновница уверяет, денег не получала. Ей, мол, приносят только выпивку и конфеты. Заглянул, поздравил нас с новогодними, сказала спасибо, взяла кулек, спит шампанское, коробка дала девочкам. Он сказал, наступаешь, не уехал. Чиновница удерживала, вымагала и удерживала неправомерную выгоду за бесперешкодное перерахование бюджетных денег, которые призначены для финансования капитального будильництва объектов социальной сферы, а именно поликлиники в одном из районных центров Одесской области. По одной из версий, Марченко была только посредником в коррупционной схеме. Обыск также привели у советника председателя обл. администрации Владимира Резника. Я бы не хотел ничего комментировать. Не хотите, да? Нет. Ваше право. Спасибо. Пока в рамках расследования задержана только Татьяна Марченко. Прокуратура требует отправить ее под стражу с залогом в 5 миллионов гривен. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.